будь самоироничная я должен просит мария а ну как но надо упираться просто надо оценивать свои силы вообще чем больше над собой иронизируешь тем лучше значит и живешь потому что у меня масса друзей моих бедовых которые потеряли вот это чувство иронии получается полная ерунда знаешь мало того что пожилой еще и дурак то есть совсем плохо сейчас представьтесь я представил дональду трамп ну подожди во первых у нас сегодня цыгане не надо не надо путать политику с праздник не ходу как раз он всегда обижается на то когда этот ним шутят говорит вы не право алекс я думаю что он сейчас сидит обиженный на тебя улица да давай что-нибудь другой а ты говорил по поводу кирилла серебряникова вот у нас была новость такая можем поразмышлять вместе ребята уже музыканты еще какие кирилл серебряников собирается снимать вот он снимает практически фильм посвященный виктору цою молодости обратите внимание речь идет о первом альбоме 45 45 да поколение дворников сторожей ты выглядишь так несовременно рядом со мной и мы как-то задумались а он темнит естественно темнит кто будет играть свое и мы подумали а кто же может кроме сергей безруков разумеется еще данил козловский да согласен а можно в некоторых сценах использовать безрукова в некоторых козловского они же но это же поколение дворников стражей тогда гребенщиков будет играть безруков козловский как раз цоя но тот сложный вопрос на самом деле кирилл достаточно оригинальный такой парень и я думаю что наверно артисты будут молодые из его театра но на это это вернее потому что но я не думаю что он будет пользовать пользовать великих наших известных исполнителей как те о которых мы с тобой говорили секунду назад хотя безруков может и в маске походить уже высоцкого играл но здоровый он накачан а цой был тощий обычно на съемках фильмов ну вот каких-то подобных консультант фильм о хоккей например легенда 17 были консультанты как раз профессионал фильм о войне военно здесь тоже наверное мне кажется ведь нужно же вот это да по правдоподобность а как было а какая розетка действительно какие радиоприемники были той самой кочегарки на вот и в этом смысле может быть какую бы фактуру посоветовали бы кириллу серебряников на что бы обратили внимание ты знаешь ну тут надо брать кого-то из питерской вот это с ним тех времен вовка рикшан много знает андрюш тропила много знает андрюш бурлаком очень много знает да по-настоящему много потому что они как бы начали кипятиться еще в то время вот и они могут подсказать все что угодно потому что молодняк не знает нифига только из википедии это слова нет и поэтому надо брать на нас стариков минут интересно на моей памяти был только один фильм в нашей стране который был снят про живого человека про лимонова фильм русская про его как раз молодость в харькове и наверное все вот и мы сейчас идем вот каким-то таким историческим я к чему поплачь о нем пока он живой о ком бы стоило бы сейчас снять фильм документальный ты знаешь что масса масса хороших людей то надо посмотреть так вот как-то сразу и не скажешь знаешь люди есть реально достойны я бы сняла научно-фантастический о викторе пелевине например которого никто не видел не ну по моему снял уже маску раз но по-моему да то есть я во всяком случае увидел этот раз может быть это был человек который выдавал себя за виктор пелевина нет нет мне саня скляр говорил что это реально он они вроде бы и он подошел сказал вам привет не но он не сказал мне привет но как бы он он уже космическая величина и общается с космосом я где-то рядом планеты крутился в общем сказали что он присесть не удалось я хочу в космос нас вывести телефонная линия добрый вечер пелерин алло 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 здравствуйте евгений мне 24 года я из казани меня зовут толгат а я на секундочку есть и сам сосис я тоже вырос на ваших песнях и так вышло то что тоже пишу кандидатскую диссертацию на юридическом фокусе казанского федерального университета хочу вас просить совет вот напишу я диссертацию выйду и какую мне песню включить посоветами посоветуйте мне пожалуйста у я тут не знаю что что он такая чтобы вот настроение передавала я скажу мне маргуль сказал включить и шанхай блюз нет надо как что-то радостное такое представила какая коммерческая хорошая идея музыка для я не знаю я могу я в принципе могу спросить у бывшего ученого боря плотникова какого какую песню он пел когда поставил последнюю точку борь что у тебя было как я же бросил но ты бросил ради чего есть хорош хороший вариант твои песни вот он защитил кандидатскую от аня у нее но да вот вот миш мишка ягин сказал что отлично ложится песня когда-то уйдешь не за что обращайтесь если что спасибо спасибо долга ты подумала какие у нас разные слушатели что у них на душе на формат передачи после диссертации ну да интеллигентные люди все таки но это радует я с горечью почему-то подумал знаете но ассоциативное мышление что один за другим исчезают и меня это печалит из москвы супермаркеты хитле татарской кулинарии почему исчезают а вот у нас на сухаревке был один на белорусской и вот и там не другого да потому что они поменяли название название то суть вот эти чак чайки вот эти все вкусные иногда заедешь как ну да я вообще татарты люблю и кухня у них замечательные в казани часто прилетаем чак чак но это уже похоже на квартирник вот приблизительно так мне кажется это и происходит выхит ли диплом в принципе да и обратите внимание кто отдельного совета так и не дал марина кстати нас благодарит за поддержку приятный а а вот кстати а мы по разводу мы подумали подумали решили марине песенку спеть давайте так что разводится ну да которая разводится до песню о любви когда погасят свет когда тебя больше не когда затихнут слова когда укрыта трава лист твой опавший лист твой если осень принесет покой ты помни я рядом с тобой когда пройдет зима когда пройдет зима беда отступит сама считай что я ни при чем считай что я ни при чем тебя укроет плащом другой другой тебе дорогой пусть он думает что он такой ты помни я рядом с тобой ты помни я рядом с тобой ты помни я рядом с тобой я рядом с тобой ты помни я рядом с тобой а это было хорошо спасибо Ну подержи меня, Мария А мне кажется, что мы как на квартирнике Два одиноких лапка Как это приятно Я звонил ребят Пелевину Однажды из этой студии Мне дал его номер Тогдашний редактор журнала ОМ Помните, был такой журнал И вот у них было интервью с Пелевиным И он так описывал еще и тогда Пришел Виктор, мы встретились в кафе Он заказал большой бокал 200 граммов Бейлис Залпом выпил, говорит Я готов давать интервью Я говорю, какой интересный Ты почему так взял интервью Можешь мне дать его номер телефона И он дал Я вот прям звоню, набираю Сейчас моя коллега, не Мари была Гудок, второй, третий, все это в эфире И такой голос старушечей Алло Здравствуйте А Виктора Олеговича можно услышать? А Вити нет А когда он будет? Не знаю И повесил трубку Я подумал, как интересно Как каждый фильм-то назывался, помнишь? А, не можно? Место встречи Место встречи, да То есть, кто-нибудь живет с бабушкой Но потом тебя нашел? Нет, нет А бабушка? А вот бабушка еще долго звонила Алекса Место встречи Место встречи